Добрый день! Сегодня у нас ярмарка, фестиваль ялтинского лука приурочен к Дню Запрудного. Те два года у нас не было, к сожалению, из-за коронавируса, но в этом году наконец-то этот праздник состоялся. Вот наша торговая точка, где я реализую свой сладкий ялтинский лучок. Также мы продаем не только готовую продукцию, но еще и семена. Это что за семена? И как нужно высаживать? Высаживать надо в сеть в январе-феврале месяце, в лоточки, если это, допустим, где-то города, какие-то не села, маленькие какие-то объемы, это в лоточки. У нас это в больших парняках. Выращиваем рассаду и в мае месяце пересаживаем в открытый грунт. То есть вы даете рекомендации не только как купить и как приготовить хорошие блюда с вашим продуктом, но и как действительно прорастить и попробовать и потать счастье в других регионах России. Да, и у многих получается очень много хороших отзывов, положительных именно фотографий присылают с готовым луком и кричат, вау, какой он сладкий. На самом деле, да, он получается сладким только в первый год, потому что генетическая память остается на один год. Если вы вырастите с этих семян следующие семена, то уже, скорее всего, не будет такого вкуса. А скажите, пожалуйста, вот в чем его секрет, именно почему здесь, в Безопрутном, растет именно этот эксклюзивный продукт? В чем его секрет? Смотрите, секрет в том, что здесь соотношение моря, горы, порода, почва, минералы, все это в совокупности дает такую, можно сказать, картину, такое качество лука. И в этом году хороший у вас урожай? Хороший. Мы взяли в этом году другой участок, где свежая земля, где она отдохнувшая и лучок получился замечательный. Мы желаем вам удачи и, конечно же, вашим покупателям. Спасибо большое.